Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши уважаемые подписчики! Сегодня я в Тайгане. Раз наш Олег Алексеевич не едет в сказку, то сказка приехала к нему. Здравствуйте, Олег Алексеевич! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, с чего началась сказка? Всех наших подписчиков это очень интересует. Как вы к этому пришли? Мы все слышали, мы читали ваши книги, слышали много роликов, но вот от вас лично пару слов о том, как создавали сказку. Сказка началась с мечты, с далекой детской мечты о том, что я хотел создать что-то подобное. Я вообще мечтал построить дом в лесу и там заниматься приручением диких животных. Как только появились обстоятельства выкупить маленький за уголок в горах под Ялтой, я это сделал не задумываясь. И в 1995 году началось создание мною зоопарка сказка. Это очень трудный путь, тернистый путь, путь самообразования. Мало только любить животных. Нужно быть еще и строителем, нужно быть организатором, нужно быть бизнесменом, чтобы свести концы с концами этого предприятия. нужно быть героем, чтобы защищать то, что ты создаешь. Я счастлив, что у меня за 15 лет получилось из маленького за уголка вывести в сказку лучшие зоопарки тогда Украины и стран СНГ. Создать прекрасную коллекцию животных. Самое главное в этом деле это мнение посетителей. Это кому еще кроме тебя нужно то, что ты создал. И мы видим, что в сказке очень много посетителей и было, и есть. Сказка остается очень уютным, гордым зоопарком таким. И поэтому я реализовал свою мечту, детскую мечту. Начиналось у нас с очень трудного периода. Это грязь, это строительство. Но без этого этапа не бывает ничего дальше. Поэтому все это позади, все это есть сегодня в хронологии. в документах. Вот как это было, создавалась сказка. Эта история описана мной уже и в книгах, и в памяти людской она есть. Вот я очень доволен, что в этом году сказка отмечает свое 25-летие. Это уже солидный возраст для зоопарка четверти века. И безусловно будем отмечать 8 минуту дату. Я вас поздравляю с тем, что скоро в сказке уже такой большой юбилей. Кстати, у телеканала в ютубе, который называется Зоопарк Сказка, сегодня уже больше 10 тысяч подписчиков. И я хочу вас, подписчики, и Олега Алексеевича поблагодарить с тем, что вы смотрите наш канал, порекомендуйте своим друзьям, чтобы тоже подписывались на наш канал Зоопарк Сказка. И хочу вас, Олег Алексеевич, поздравить тоже с этой цифрой. Это первые 10 тысяч подписчиков у Зоопарка Сказка. Прекрасная цифра, замечательная цифра. Конечно, сказка этого достойна, потому что удивительные истории происходят там, в сказке рождаются удивительные малыши, да и сам Зоопарк очень интересный, очень интересный и познавательный. Не так много на постсоветском пространстве происходит вот таких событий в зоопарках, которые могут привлечь внимание общественности. Смотрите, как посетители любят Олега Алексеевича. Простите, прервусь. Сегодня сказка не только существует успешно сама и радует посетителей, но сегодня она и породила свой прекрасный филиал, который в 13 раз больше, чем сама сказка, это парк Львов Тайган. И сейчас мы прогуливаемся по аллеям этого парка, вы видите, как сегодня многолюдно в парке, сколько сегодня людей, это обычный летний день, вот, у людей положительные эмоции, улыбки, вот, они все приветствуют меня, как создателя парка, и хорошее настроение, здесь вся география нашей большой страны, вот, здесь люди из Сахалина, из Камчатки, из Калининграда, вот, абсолютно отсюда всех концов и городов приезжают, вот, сегодня парк Тайган, это, ну, лучшее, что могла породить сказка, если бы не было сказки, то не было бы парка Тайган, именно вся база была заложена в зоопарке сказка, но только здесь у меня получилось дать те большие территории для животных, сделать саванну для всех, малышей, как хорошо под этим сидят, считают, путеводители, вот, создать для животных здесь максимально комфортные условия, вот, здесь много сахалии, посмотри, как сидят на лавочках, все, вот, сторонники тоже, сторонников много появилось, видите, то же время, вот, птицы, павлины сидят, вон, малышей ведет, павлиника, здесь есть, где разгуляться, не только львам, но и детятам, видам других животных, которые чувствуют себя в комфорте, в безопасности, вон, павлин, дальше, там, здесь чистят, вон, он чистят, петерщики перебирают, вот, здесь есть, чем полюбоваться, здесь есть, что посмотреть, проходить, и как провести целый свой день досуга, вот, здесь масса всяких отделов для детей, здесь можно покормить животных, здесь есть, здесь фотографироваться, масса мест для фотографирования, здесь, здесь много сувенирных лавок, который бить в лапу какую тигрину купили прекрасные ребята вот пирог павлина да вот поэтому у сказки вот такое большое развитие и уже восьмой год парк тайган принимает своих стенах посетителей на своей территории вот и конечно сказка никогда бы в силу и географического положения в силу ее небольшой сравнительной территории не вместила бы столько отдыхающих сколько здесь посещает в парке львов тайган но сказка является хорошей базой для воспитания малышей многих малышей специально отправляют сказку да вы видели уже какими вырастают наши детки если их можно так назвать вот а потом возвращается сюда в тайган потому что здесь огромнейшая территория вы правы мы правы в сказке действительно сложился тот коллектив который давно и грамотно умеет скамливать малышей это прежде шайного татьяна ивановна другие сотрудники которые дают очень много времени для тех отказников от которых отказываются самки крупных кошек и в 95 процентов случаев удается вырастить малышей хотя мы все знаем что из десяти львят родившихся в природе только один львенок достигает взрослого возраста так вот сказки тайгане из десяти львят 9 ведь выживают достигает взрослого возраста то есть совершенно обратно противо обратная статистика чем в природе это здорово вот отсюда наши животные из тайгана сегодня уезжают в разные другие зоопарки россии вот где нет такой рождаемости редких кошек и у нас всегда на территории можно видеть малышей фотографироваться с ними да и просто приятно смотреть популяции тех или иных животных вместе с малышами олег алексеевич а как вы оцениваете текущий сезон несмотря на пандемию и другие трудности которые появились в этом году видите как только парки стали открыты как и крым снова вернулись посетители в наши парки вот и все хорошо я думаю что этот сезон конечно это сезон выживание выживание будет вот но мы к нему готовы у нас есть запасы прочности вот и мы выдержим даже если будет и вторая и третья волна каких-то вирусов чего мы очень бы не хотели но мы все это выдержим вот парки очень популярные вы видите много очень не только взрослых но и детей вот в наших парках вот которые с удовольствием можно спросить мнение любых посетителей вот поделятся своими впечатлениями о нашем парке поэтому в принципе я считаю что сезон нормально вот конечно цыплят по осени считаю посмотрим что будет в сентябре в октябре месяце вот она на сегодняшний день я доволен что прекратилась вот это всеобщая истерия открыли крым поехали люди я не вижу никакой опасности никакого распространения там какой-то вот инфекции вот видите свободно гуляют люди по большим просторным аллеям парка вот поэтому все в порядке у нас все хорошо видите парк растет парк зеленеет сюда можно просто приезжать семьями на целый день здесь работает гостиница и гостиницы несколько кафе и площадка с аттракционами и площадка для фотографирования и транспортные услуги по парку можно покататься и на паровозике на электромобилях на котором мы едем и на рикшах можно кататься вот по парку учитывая что территория парка очень большая составляет десятки гектаров вот парк очень чистый уютный здесь очень много цветов зелени вот и самое главное что много удивительных животных вот которые просто поражает воображение даже любого предвзятого туриста смотрите свободными да можно общаться вот здесь общаются с кати на слухами например а с левой стороны человекообразные обезьяны шимпанзе которые живут в огромном вольере и понаблюдать за ними одно удовольствие как они отдыхают семён семёныч бросил свои ой 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 как страшно жить но тонь и сюда иди сюда скорей иди к нам видите в вольере обезьян висят груши вот ну в каком зоопарке еще у обезьян в вольере висят фрукты вот самые сливы есть очень много груш кто так делает кто так делает это сломает ой сейчас нас обольет не можно шалунишка шалунишка да вон она наверху вон она еще держит сок чтобы облить кого-нибудь из посетителей она это убить делать она видела как это делают ялтинском зоопарке сказка откуда она приезжала поэтому там тоже есть любители джим любитель поплеваться до я очень рад что в парке прям столько людей не пройти не проехать как говорится и это реально вот про тайган сегодня алексеевич спасибо вам за такое увлекательное интервью за общение вживую с вами потому что я уже говорил что к вам тяжело добраться вот я вам желаю успехов развития и не желаю чтобы все-таки суд по делу ольги соломиной завершился и решение суда было положительным и больше таких судов не было в вашей жизни никогда но я обращаюсь подписчикам хочу сказать что все эти суды это все проходящие помните что парки это объекты повышенной опасности и не нарушайте меры безопасности чтобы не становиться участниками вот таких судебных процессов какой произошел с ольгой соломиной выполняйте правила поведения рекомендации руководства парка и будет хорошо если есть таблички которые говорят за ограждение не заходить то ни в коем случае нельзя заходить за ограждение и совать пальцы если вы видели табличку осторожно животные могут вписаться наверху но помните что это не просто написано по нашей так сказать воле и желание вот это говорит о мерах безопасности что остальное вы можете с личного балкона десятого этажа в любой момент перешагнуть через 90 сантиметровое ограждение и прыгнуть вниз вы можете вилку или гвоздь засунуть в электрическую розетку можете палец сунуть в работающую мясорубку и так далее и тому подобное ваша жизнь и ваша безопасность только в ваших руках что касается подписчиков каналов не дергай пожалуйста ей же больно ветки но что касается подписчиков канала то я уверен что вы получаете удивительный контент спасибо тем ребятам и все тебе богдан вот за то что вы тратите время за то что вы организовали этот youtube канал и лучшее подтверждение тому что он востребован и нужен первые десять тысяч подписчиков я знаю очень именитых блогеров которые много лет вещают выступают и у них количество подписчиков 450 500 человек они так и не могут добиться весомого количества подписчиков и за короткий срок 10000 человек вот говорит о том что ваша работа кому-то они просто кому-то а тысячам десяткам тысяч людей уже сегодня нужно вот поэтому я желаю успеха каналу искренне уверен что мы все учимся и будем поставлять интересные новости контент будет приезды новых животных открытие новых экспозиций рождение новых малышей будут отзывы посетителей которые вы будете сможете выкладывать на этом youtube канале вот мы уже имеем опыт и сказки тайгана так сказать в истории вот как это все происходит вот в добрый путь youtube канал о зоопарке сказка успехов не разочаровывайте и даже если есть какие-то критические пожелания замечания мы всегда рады их рассмотреть вот цените уважайте тех кто делает для вас эту работу вот и лишний раз так сказать не критикуйте их потому что критиковать проще всего сложнее всего делать вот ну а я как создатель и директор этих парков обещаю тоже периодически давать интервью вам вот собственно по поводу без повода как только вы вот поймали меня между судебными заседаниями работает так и буду давать всем хорошего настроения вот хорошего сезона вот не думайте о плохом ни о чем впереди все только хорошее до свидания спасибо до свидания